На рассмотрение президента внесен нормативно-правовой акт, который касается развития сети магазинов беспошлиной торговли. Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем вид этой деятельности. С 2014 года количество таких магазинов за 5 лет примерно в стране увеличилось в 3 раза. Около 70 магазинов у нас или объектов такой торговли в Беларуси наличество. Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров в нашу страну. Подписан указ о беспошлиной торговле на борту воздушных судов авиакомпании Белавиа. Безусловно, развитие данного вида торговли способствует повышению транзитной туристической привлекательности страны, отвечает современным стандартам комфортных условий для граждан, пересекающих границу. То есть для физических лиц, для людей эти магазины, благо, это нормально и так далее. Это выгодно для людей. И несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Также в сети беспошлиной торговли растет удельный вес товаров отечественного производства. По-моему, не очень-то мы выросли, но примерно четверть всех товаров мы продаем отечественного производства в этих магазинах. Но перспективы в данной сфере, как меня убеждают заинтересованные лица, не исчерпаны. И есть еще предложения по развитию этой сети. Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно, оценить последствия, а также возможные риски. Как я подчеркнул, для населения это удобный, выгодный вид торговли. Ну, наверное, прежде всего, что там и импорт, и отечественные товары дешевле, чем в обычных магазинах. Это понятно. А какое влияние этот вид беспошлиной торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров? И на торговую сеть, там, где нет льгот определенных и так далее и тому подобное. Это главный вопрос. Поэтому я попрошу вас, товарищ Турчин, ответить на этот и другие вопросы. Как правительство видит этот вид торговли? Давайте по существу. Мне надо четко уяснить для себя, что делать с документами, которые вы вносите на мое рассмотрение. А они касаются расширения сети. Так? Так. Расширение сети. Потому что нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. Коврышки, преференции, льготы. Мы все это определили. Мы договаривались, что пройдет определенное время. Мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти 70 магазинов. Продолжение следует... Продолжение следует...